Что нужно знать о VentureKit? Самое главное, ничего нового здесь не увидеть. Но может быть это и хорошо. Разработчики утверждают, что их игра это дань любви и уважения к жанру 8-битных платформеров и эпохе правления приставки NES. Любовь, видимо, была настолько сильной, что ребята из FDG Entertainment решили не портить пропитет своими идеями. И выпустили продукт, что называется Подкопирку. Невооруженный взглядом любой игрок, чье детство выпало на 90-х, узнают VentureKit, Megamana, Утиной Истории, Черного Плаща, даже Костельванию не забыли. Но давайте перейдем к деталям. Главного героя зовут Энди, и в начале игры он занят сбором каких-то сверх со своей подругой. Игилю прерывает взрыв, который устроил некий доктор Теклов. Он же главный заводей в этой истории. В результате взрыва подруга отправляется на больничную койку, а Энди пускается во все тяжкие. Нас ждут 9 миров с боссом в конце каждого. Причем финальный этап можно и не увидеть, если не отыскать специальные предметы. В шкуре отважного парня мы побываем в лесах, в джунглях, в городе, на вулкане, в пустыне, на секретном заводе, в замке и даже на космической станции. В каждой локации нашему продвижению попытаются мешать рядовые враги. И в зависимости от декорации эти самые враги будут отличаться. Безобидных белок и кротов сменят байкеры на мотоциклах, мумии, роботы и прочие брифы снизла. Вишенкой на торте в конце уровня выступают местные боссы. Оригинальными из всех них окажется максимум пара, зато после победы над каждым Энди получит новые улучшения. И считая самого первого пистолета, парню предоставят еще 7 вспомогательных гаджетов. Бумеранг, ракеты, замораживающие патроны, гранаты, двойной прыжок, железные башмаки, чтобы по шипам ходить, и щит, отражающий выстрелы. Несмотря на мощность обновок, боссов легче убивать обычным пистолетом. Хотя бы потому, что боезапасы у него бесконечны. Да, дополнительный арсенал требует энергии. Благо в каждом уровне можно отыскать специальный эликсир, который восполнит энергозапас одного из умений. Но не стоит расстраиваться, если не найдете его. Ведь в игре присутствует практически читерский элемент – магазин. Доступен он в любой момент игры, кроме битв с боссами, сразу изменю паузы. Помимо упомянутого энергетика, там по дешевке можно приобрести дополнительные жизни, прокачать здоровье, купить аварийный набор, который восстановит все сердца, когда те иссякнут. Есть еще несколько других товаров, но причины воспользоваться ими лично у меня так и не возникло. Такой функционал рушит любой намек на хардкор для фанатов платформеров старой школы. Даже несмотря на наличие трех уровней сложности, игра не ощущается трудной ни на каком из них. Если почувствуете, что четырех сердец вам мало, то можно будет просто подкопить деньжат на дополнительное сердце. Кстати, деньги, как и все неиспользованные покупки, не сгорают после смерти героя. Так что накопление необходимой суммы – лишь вопрос времени. Как бы то ни было, основные претензии к игре связаны вовсе не со сложностью, а с полным отсутствием какой-либо индивидуальности. Старые платформеры – это, конечно, хорошо, но как насчет собственных идей? Ведь из-за того, что их нет, я не могу найти причин посоветовать игру кому-либо. Даже несмотря на наличие приятной пиксельной графики, отзывчивого управления и музыки Мэтта Кримера. Всего этого недостаточно, чтобы отдать почти 750 рублей в eShop. Но если вы считаете иначе, то напишите об этом в комментариях. Текстовые обзоры и многое другое вы можете прочитать на нашем сайте forbuttons.ru Ссылки будут в описании. До встречи в новом видео. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok